С вами учебник «Вслух». География 9 класс. Тема урока «Учимся с полярной звездой». Часть 4. Работаем с текстом. Ваша задача – извлечь как можно больше информации из печатного текста и научиться эффективно пользоваться ею. При этом вы будете развивать и свою коммуникативную культуру, то есть культуру общения. Вы будете работать в паре с товарищем или группой. Вне зависимости от того, как будет организована работа, каждому из вас предстоит индивидуальный этап работы с текстом. Ниже помещены три отрывка из разных источников. Первое. Прочитайте текст целиком. Обратите внимание на источник. Второе. Начните изучать текст по абзацам. Если в абзаце встретятся новые слова или словосочетания, попробуйте объяснить их значение своими словами, а затем проверьте себя по справочной литературе или интернету. Найдите в абзаце главное слово, словосочетание или предложение и объясните, почему вы считаете его ключевым. Третье. Выявите суть, главную мысль абзаца и запишите ее в черновике. Третье. Придумайте заглавие или несколько вариантов для изучаемого отрывка. Четвертое. Свяжите ситуацию с ранее изученным или прочитанным. Пятое. Сформулируйте собственное отношение к тексту, что дает знакомство с ним с точки зрения сегодняшнего дня. Видите ли вы корни нынешних проблем? Каких? Или это лишь интересные исторические сведения, либо устаревшие взгляды? Опирайтесь на примеры из своей жизни. Пятое. Сформулируйте вопросы к тексту. Среди них отметьте те, на которые у вас есть ответ, и те, которые вы хотели бы обсудить. Обменяйтесь подготовленными вопросами с товарищем. По указанию учителя вы должны будете ответить на них устно или письменно, либо принять участие в общем обсуждении. Текст первый. Задолго до появления славян в области Верхней Волги и Аки этот край был населен различными финскими племенами. Западную часть его занимало финское племя Меря. Среднюю – Мурома, восточную – Мордва и Черемиса. Они жили небольшими поселками, разбросанными на огромные расстояния друг от друга, и занимались отчасти земледелием. Но главным образом – рыболовством и охотой. Некоторые племена, например, Меря и Мурома, исчезли без остатка, слившись с позднейшими русскими насельниками. Другие сохранились и сейчас, но уже в значительной степени обрусели и утратили свой первоначальный тип. Характер Великоросса сложился под влиянием окружающей его природы. Борьба с суровой, скудной природой, необходимость на каждом шагу преодолевать препятствия и затруднения выработали в характере Великоросса, Верхнего Поволжья, черты которых нет у южанина, живущего в более благоприятных условиях. Суровая обстановка жизни сделала его терпеливым в борьбе с лишениями, невзгодами и малотребовательным к благам жизни. В Европе нет народа менее избалованного и притязательного, приученного меньше ждать от природы и судьбы и более выносливого, чем Великороссы. Но также неблагоприятные условия природы способствовали развитию в его характере и других черт – предприимчивости, сметливости. Великоросс отличается большой работоспособностью, но у него нет выдержки в труде. Кратковременный чрезмерный труд сменяется у него продолжительным отдыхом и бездельем. И в этой его особенности сказывается влияние природных условий. Малая продолжительность летней рабочей поры приучила его к крайнему напряжению сил, выработала привычку работать быстро. Длинная зима, дающая продолжительный досуг, приучила к безделью и отдыху. Пройдя тяжелую школу в борьбе со своей скудной и суровой природой, Великоросс научился ценить сотрудничество, работу сообща. В жизни великорусского народа еще недавно играла видную роль, да и теперь далеко не утратила своего значения, так называемая артель – вид рабочего содружества, производящего сообща и распределяющего доходы между всеми участниками. Та же сторона быта отчасти сказалась и в особенностях владения землей. Большинство великорусских крестьян владеет землей не единолично, а сообща, общинно. Земля считается собственностью целой общины и по определенным правилам распределяется между отдельными ее членами. Пользование пашней, правда, не общинное, а личное. Каждый крестьянин обрабатывает сам или с помощью семьи отведенную ему землю. Некоторые угодья – покосы, выгоны, леса – состоят в общем пользовании. Сено косят, скот пасут и лесом пользуются сообща, по правилам, установленным общиной. Физический тип великоруса не отличается однородностью. В местности, где происходило смешение славянских племен между собою и с различными финскими племенами, не могло, конечно, создаться однородного и однообразного типа. В общем, великорус среднего роста, сильного телосложения, статен, широк в плечах, лицо то напоминает финский тип, скуластость, широкий нос, то характерно славянский, с довольно тонкими чертами, прямым носом, голубыми глазами. Из этнографического описания начала XX века. Текст второй. Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и Калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чистый бел, торгует маслом и дегтем, и по праздникам ходит в сапогах. Иван Сергеевич Тургенев, записки охотника, рассказ «Хорь и Калиныч». Текст третий. Отхожие промыслы играют огромную роль в хозяйстве крестьян. В отход большей частью уходят в межсезонье, когда сельским хозяйством заниматься нельзя, но иногда и на несколько лет, чтобы заработать денег на обзаведение хозяйством. Наиболее распространен отход в обе столицы – Москву и Санкт-Петербург. Чем занимаются в отходе? Калужская и Костромская губернии поставляют в основном плотников, штукатуров, мостовщиков, печников. Из Тверской губернии идут преимущественно в дворники, полотеры, половые, официанты, извозчики, в личное услужение. Из Ярославской и Владимирской губерний выходят трактирщики, лавочники, подрядчики, корабейники. Отходничеством занимаются в основном мужчины. Некоторые местности получили название «бабьей стороны» из-за того, что из них уходит почти все мужское население. Отходничество считается престижным занятием. Так, в Ярославской губернии мужчине очень трудно жениться, если он даже ни разу в Петербурге не был. Такой не пользуется уважением у девушек. Географическое описание начала 20 века.